Вот уже несколько месяцев в Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания. Вакцинировалось более 5000 человек. Многие возвращаются за второй прививкой, которая, по мнению медиков, должна защитить организм человека от вируса на 100%. Чтобы создать ту иммунную прослойку для населения, чтобы мы победили эту пандемию, нужно 60% населения, чтобы привились. Это у нас порядка 70 тысяч человек должно привиться, а привилось пока 5 тысяч. Поэтому мы наших жителей призываем приходить вакцинироваться, потому что это очень важно, особенно для лиц старше 65 лет, для лица, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, что это нужно делать. Изначально население Ленинского округа вакцинировали только в Видновской взрослой поликлинике, но почти сразу стало ясно, этого недостаточно, поэтому в муниципалитете открыли еще три прививочных пункта. Все они работают по 12 часов без выходных. Помимо этого функционируют мобильные бригады, которые выезжают на предприятие. Спрос на вакцинацию растет. Я вообще-то все время от гриппа прививалась, и как бы сейчас начали делать прививочки. Я постоянно делаю. В помощь основным прививочным пунктам в многофункциональном центре города Видное вот уже во второй раз проходит массовая вакцинация населения. Многие из тех, кто сегодня здесь сделает прививку, пришли в МФЦ получить вторую фазу препарата, чтобы проконтролировать работу мобильного пункта учреждения, посетил и глава округа Алексей Спасский. По вашему комфорту нет? Да, очень нормально. Быстро и хорошо. Здесь оптимальное место для того, чтобы работал постоянный пункт, а не временный, потому что, скажем так, пассажиропоток или поток тех клиентов, которые приходят в МФЦ, порядка 15 тысяч человек в неделю, и, соответственно, вот так вот в тепле, комфортно, во время ожидания, чтобы занять очередь отстоять и при отсутствии противопоказаний получить эту прививку. Это, мне кажется, максимально комфортная такая история. Поэтому в этом отношении будем работать, я думаю, за недельку определимся. Надежда Бондарева делает прививку уже во второй раз. Первую она получила 12 февраля. Процедура для нее вынужденная. От коронавируса погиб брат пенсионерки. Говорит, бояться вакцинации не стоит. Несмотря на хронические заболевания, чувствует себя хорошо. В этот день в МФЦ работали волонтеры Красного Креста, которые раздавали всем пациентам подарки за прививку. Наборы у нас, значит, бутылочка воды, там глазурь, жилфикс и гель для рук, жидкий антисептик. Представители Красного Креста уверены, такие наборы станут приятным дополнением к полученному благодаря вакцинации иммунитету против коварной болезни.